Мне самому это интересно посмотреть Спасибо, короче, скажу Тем, кто вообще, в принципе, на стриме Сегодняшнем донатил, благодаря чему я Уже не нищ и могу, в принципе Потратить время на то, чтобы посмотреть Просто интересный мне видос, надеюсь, интересный вам тоже Все, читайте описание Подписывайтесь на все на свете Надеюсь, я еще смогу прокомментировать что-то По этому поводу, потому что у меня тоже Так сказать, есть В этом вопросе кое-какие знания Давайте Привет, друзья, вы на канале Звук в руках, с вами я, Леха И сегодня я расскажу вам о том Сколько денег мне присылают цифровые Площадки за то, что люди слушают Мои песни, поехали Так, друзья, для тех, кто совсем не понимает О чем речь, не может быть, и я что-то расскажу про себя Ну, мне, например Универсальный комментарий, я так рассчитывал Рублей 50 в день, наверное, приносит Ну, а остальные песни практически ничего Звуковых 10к пройдет Да, я думаю, да, но вопрос в том просто для Какого уровня материал И так далее То есть Ну, не знаю Короче, спорно Для чего-то, наверное, да Для чего-то, наверное, и нет Но скорее да Скорее подойдет У меня звуковухи нет вообще У меня этот диктофон, он сам по себе как звуковуха По USB подключается И все Размещаем свои песни в интернете Для того, чтобы люди могли их слушать Но поскольку люди сейчас пользуются В основном всякими удобными сервисами и приложениями А нам, успешным музыкантам, хочется получать Хотя бы какую-то копеечку за свое творчество Соответственно, мы размещаем свои треки На стриминговых сервисах Что это такое? В основном это Spotify, iTunes, YouTube Music, Яндекс.Музыка, ВКонтакте И есть еще некоторое количество их Но это основные игроки Соответственно, каким образом свои треки разместить Вот на этих площадках В основном артисты не очень крупного размера И без какого-то сильного лейбла Делают это через агрегаторы Агрегаторы — это, грубо говоря, компании, выполняющие Берущие на себя роль лейблов Для начинающих и не особо известных музыкантов Вы заключаете договор с агрегатором Выгружаете на этот агрегатор свои треки А он их, прошу прощения Эти ваши треки, этот агрегатор Размещает уже на цифровых площадках И они там появляются И, соответственно, люди слушают эти треки Цифровые площадки получают за это деньги Потому что люди служат либо по подписке Оплачивая ежемесячную подписку на сервис Либо люди слушают с рекламой И, соответственно, за прослушивание Сервис получает денежки от рекламодателей И дальше часть этих денег сервис оставляет себе а часть переводят музыканту. Вот так это устроено в двух словах. Ну, я думаю, что вы примерно представляли себе. Я размещаюсь через сервис CD Baby. Да, друзья. У меня Fresh Tunes. Вот. Он круче всех остальных, типа, таких же агрегаторов, тем, что он бесплатный. Собственно, все. Как бы этим, на этом все сказано. Ну, типа, ты не платишь до того, как получить деньги. Ни разу. Потому что любой из этих агрегаторов, он там требует либо за один трек, там, 10 баксов ты должен заплатить, а потом уже, может быть, они тебе вернутся, а может и нет. Или там на год, там, 80 баксов платить. А потом уже тоже хз, да, а что нет. Может быть, за эти 80 баксов ты по итогу получаешь какой-то ряд преимуществ, какие-то приколы, может быть, проще с обложками возиться и так далее. То есть, например, на Fresh Tunes с обложками люто возня вообще муторно и непонятно. И статистику чуть сложнее получать. Но вот то, где пользуюсь я, при всех там его, ну, есть кое-какие недостатки, конечно. Главный плюс это в том, что я ни разу не платил этому сервису ничем, кроме денег с этого же сервиса. То есть, у меня там есть баланс. С этого баланса я могу, например, потратить доллар на какую-нибудь расширенную аналитику. Но, типа, я туда не отдавал деньги никогда. Я только забирал оттуда. И это супер охренительно. Я считаю, это просто лучше. Но, конечно, как забирал? Это в долларах на WebMoney. Столько ебли, столько комиссий. Это просто ужас. Это кошмар. И минимум 25 долларов. И выводится оно 3 месяца. Это жесть. Но, извините, раз в какое-то время получить кучу денег, очень приятно. Многих из вас, наверное, станет шокирующим. Все-таки у меня и какой же я милый, и универсальный комментарий. Там же и ТикТок монетизируется, и ВКонтакте, и Ютуб, и все на свете. Извините. Даже две вот эти песни, они уже очень нехило приносят. Ну и плюс там кровавый риф. Там, соответственно, кровавому рифу тоже идут деньжишки. Вот. Какие-то сборники МВИПД, Моисея Великанова, там еще что-то. Ну, говнида, говнида. Сейчас вообще что-то это пошла, поехала, полетела. Как бы тоже здорово. Наверняка что-то приносит хорошо. Есть тем, что я не только занимаюсь YouTube-блогингом, и не только я работаю на репетиционной базе Lemur Studio, и не только я занимаюсь звукозаписью, аранжировкой, сведением, продюсированием и так далее. Но еще я музыкант. Я музыкант, я пишу авторский материал. И мой самый успешный проект – это металл-группа, которая играет в стиле стебный или юмористический металл. Называется она «Бездна анального угнетения». Comedy Metal, по-моему. Эта группа существует уже довольно давно, 10 лет. У нас несколько альбомов есть, несколько синглов и так далее, и тому подобное. И все это выложено на цифровых площадках через дистрибьютора CD Baby. Так вот, друзья. Вчера мне было нечем заняться. Ван РПМ. Типа, что там залупа. Что от них хуй открестишься потом и так далее. Не знаю. Ну, я не пользовался никогда, но вот слышал такую хуйню. Соответственно. 2021 и 2020 год. И я предлагаю с вами разобрать отчет за 2020 год. Хотя интересно, я не знаю, как они выводят бабки, допустим. То есть, интересно, какие у них условия. Может быть, какой-нибудь один трекчик, какую-нибудь хуйнюю, которую не жалко попробовать вывалить туда. Если, например, у них удобнее деньги выводить оттуда. Может быть, даже рискнуть, попробовать. Мается такой залупы. Я скажу сразу про дел уже некоторую домашнюю работу. Но все-таки хочу вам тоже показать эти цифры и показать, какие выводы из этих цифр я сделал. Давайте я себя уменьшу, а вы увидите, как все это выглядит. Значит, вот в таком виде выгружается отчет. Да, 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 да. Вот, у нас такие же отчеты в Excel. Ну, плюс-минус такие же, да. Вот тут в долларах сколько пришло. Ну, чуть-чуть по-другому выглядит. Ну, да, примерно так. Отчет. В нем, как вы можете видеть... Вот только у нас эти отчеты платные на фрештюнсе. То есть, сам фрештюнс бесплатный, но отчет платит бакс. В нем, как вы можете видеть, 47 499 строк. Согласитесь, достаточно большой массив. Но что здесь есть? Значит, здесь есть даты. Обратите внимание, есть дата, когда была осуществлена продажа, и дата, когда получен отчет об этой продаже. Это важно. Количество, цена, сумма, ну, то есть, цена умноженная на количество. ACRC-коды, бар-коды, еще какие-то коды. Ну, и дальше, собственно, какие-то идентификаторы. Это название альбома, название исполнителя, трек, партнер, сделавший выплату, за что было выплату сделано, и также страна, в которой была продажа осуществлена. Соответственно, друзья, я сделал уже некоторые расчеты, скомбинировав определенным образом эти данные. И вот, что у меня получилось. Итак, смотрите, это у нас только 2021 год. Но в 2021 году мне пришло достаточно много транзакций за 2020 год. О чем это говорит? Это говорит о том, что получить реальную какую-то статистику очень в моменте практически невозможно, потому что статистика и выплаты очень сильно запаздывают. По моим личным наблюдениям, где-то от трех до шести месяцев вот этот вот временной лаг, между тем, как человек фактически вашу музыку послушал, и как вы получили за нее выплату. И вот этот временной лаг очень сильно портит всю статистику, потому что, если я попытаюсь скомбинировать данные по выплатам за 2021 год, вычев из них все, что мне пришло в 2021 за 2020, получится неправильная картина, потому что в 2022 году мне придут выплаты за 2021, и, соответственно, картина будет неполная, как здесь, а зато в 2022 она исказится. Вы понимаете, я думаю, все, кто хоть когда-то работал с какой-либо статистикой, это понимают. Поэтому я здесь сделал, условно попытался свести каким-то образом данные, и пытался объединить в 2021 год, и пытался по годам разбить, но в итоге получилась примерно следующая картина. Вот эти все выплаты пришли в 2021 году за 9 месяцев 2021 года, это доллары США. И вот эти из них выплаты приходили в каких-то месяцах, судя по всему, в мае за предыдущий год. Итак, давайте попробуем просуммировать для начала. Для начала у нас получается, что за 9 месяцев 2021 года не продаж было на стримингах, а пришло выплату. Это важно. Сколько было продаж за 9 месяцев 2021 года, я не знаю, потому что эта статистика может прийти еще через полгода только. Поэтому показываю то, так скажем, что имеем. Соответственно, продаж было на 2084 доллара США. За 9 месяцев. Можем разделить на 9, получаем 231 доллар 55 центов в месяц. Курс у нас сейчас где-то 71 рубль. Соответственно, примерно... Ну, кстати, очень приятная, знаете ли, прибавка к зарплате. 16 тысяч с дистрибьюции. Понятно, это оно... ХЗ как бы как это направляется дальше, то есть это на группу или там Леха себе берет, я не знаю. Но как бы да, ну нормально. Вот, то есть у нас, конечно, гораздо меньше. Ну, типа я сказал, что рублей 50 с универсального комментария. С одного. Так, я просто даже не знаю, честно, примерно сколько. Ну, типа полторы тысячи у меня вот в месяц приходит. Да, наверное. Это тоже, знаете, очень приятно получать, по сути, бесплатный чизбургер каждый день. Ни за что. Ну, плюс-минус так, да. Но... Так в целом даже я просто точно не уверен. Там постоянно разное приходит. То есть там надо как-то все... То там дохерища зачислилось. То есть я не понимаю, как бы вообще не понимаю систему, как там работает. То есть просто там приходят бабки. Их топ 500 баксов, блядь, за все там, включая МВИПД. Говниду, Мунисей Великанова, Кровавый Риф. Топ, блядь, 25. Я не знаю. То есть хуй знает точно. Я просто про универсальный комментарий я хотел подсчитать. Вот подсчитал когда-то, что примерно так. А так я даже не уверен, что там вообще происходит. А, 16 с половиной тысяч рублей. Я не уверен даже, что у нас за все столько в месяц приходят. В месяц мне приходило в 2021 году денег за то, что мои песни слушают люди. Много это или мало решать только вам. Я просто сообщаю. Ну, типа, скажем так, это, наверное, в целом мало. Но учитывая, что в России сложно ожидать даже такого. И хотя бы так уже можно теперь. Уже хоть что-то вообще, хоть какой-то стриминг появился. Хоть как-то музыкантам, хоть как-то подписки начали у людей появляться. Наконец-то народ уже подписывается в ВКонтакте на музыку. И ВКонтакте наконец-то начал ебать людям мозги с рекламой. Ебайтить их на эту подписку за несчастные 150 рублей в месяц. YouTube премиум там у кого-то начал появляться. Еще что-то. То есть и то, что хоть какие-то бабулесики, вообще бабусики, денежки, там вообще денежутички. Можно иметь теперь, если ты, ну, сделал просто более-менее популярный траканчик. Хоть что-то вообще за это иметь теперь. А не просто сидеть, блядь, глазами хлопать. Это, знаете ли, очень-очень хорошо, очень приятно. И то есть, если считать это вообще как в целом, типа, ну, как оно по-хорошему должно было бы быть. Типа, соизмерим ли 16 тысяч рублей в месяц с прослушиванием музыки онлайн? С тем удовольствием, которое группа бездноанального угнетения принесла всем тем, кто слушал ее онлайн. Да, без учета мерча, без учета концертов, без учета, там, не знаю, всего остального. Ну, вот чисто, то есть, я не знаю, есть там, многие люди слушают, слушали, слушают, просто вот там у себя в наушниках, в плеере где-то, вот там, всю эту музыку получают удовольствие. На 16 тысяч рублей в месяц бездно доставляет кайфа людям? Я думаю, нет, я думаю, гораздо больше. Но, если рассчитывать это не так, а просто как, типа, ну, ничего от этого и не ждешь. То есть, музыку, по сути, в России, в постсоветском пространстве больше выпускается, ну, просто для себя, для удовольствия, для, там, чтобы, не знаю, разрекламироваться. Это деньги потом уже, если делаются, если вообще они делаются, даже с популярного чего-то там как-то, то это мерч, концерты, не знаю, донаты, там, сборы и так далее. То есть, что-то уже другое такое. И тоже хорошо, что все это как-то еще есть, как-то работает и хоть что-то можно там замутить. Вот. Ну, короче, если считать, что ты рассчитываешь на ноль или на ничто, и плюс, как бы, ты уже что-то сделал, то есть, эти треки, ты их сделал, все, ты не будешь, как бы, дальше ходить на какую-то работу, там, бесконечно всю жизнь. То есть, ты просто получаешь 16 тысяч в месяц за ничто. Ну, как, не совсем, ну, блядь, мысль я хуево формулирую, вы поняли, да? То есть, это не зарплата, ради которой ты должен работать, а это пассивный доход, по сути. Это деньги за то, что ты уже сделал. Ты это уже сделал, и, ну, ты всю жизнь будешь, там, может, какую-нибудь копейку получать за то, что ты сделал один раз в жизни. И если так об этом рассудить, знаете ли, по-моему, заебись, по-моему, кайфово. Не знаю, ну, может быть, когда-то «Бездна» будет, там, сильно менее популярна. Но там все равно что-то будет капать, я уверен. Так что, типа, можно сказать, что мало, но можно сказать, что заебись. Тут вот так. Эти данные. Дальше я все-таки подумал, что, ну, типа, ну, приходило и приходило, да? Хорошо, было бы здорово. Типа, вот, про все вообще, про все стриминги в постсоветском пространстве можно сказать так. Это, конечно, пиздец мало, но и на том спасибо, что оно есть. Вот так, наверное, можно сказать про это. Знаете? Так, сейчас. Но интересно же, какие-то попробовать посчитать еще цифры. И вот какие данные мне удалось вынуть из этой таблички. Первое. Это выплаты по площадкам. И там есть еще площадки, но это топовые площадки, как вы понимаете. Итак, больше всех денег прислал в 2021 году, как бы вы думали, Яндекс. Яндекс, да, кстати, неплохо платит. В Кровавом Рифе больше всего бабла от Яндекса. В МВПД, естественно, больше всего, ну, универсальный комментарий в ВКонтакте, понятное дело. Милый, не помню. Что там, ТикТок, наверное, какой-нибудь. Прислал 714 долларов за 2021 год. Вот я даже график построил. Но я думаю, друзья, это связано с тем, что у Яндекса были проблемы с выплатами в предыдущие годы. И я, честно говоря, думаю, что сюда пришел какой-то большой транш за 2020 год. А может быть, даже еще и раньше. Но тем не менее. А что-то такое было, да, кстати. Второй по выплатам это Spotify. И для меня это удивительно. Потому что Spotify вроде только недавно пришел в Россию и все такое прочее. Но тем не менее Spotify прислал 588 долларов. Может быть, Spotify просто в принципе прилично платят музыкантам? И для меня это неудивительно. Потому что YouTube Music в нем очень много пользователей. Дальше iTunes. Дальше United Media Agency. Это ВКонтакте, Boom. И еще какие-то сервисы, я так думаю, бывшего мейла. Но в основном, конечно, это ВКонтакте. Ну и Deezer 30 bucks прислал. Дальше я сделал некоторую подборку по странам. Но здесь ничего удивительного. Россия больше всего. Украина, Белоруссия. Германия, США. US это же United States, да, друзья? Я не уверен. И вот я так выделил Казахстан. Казахстан большая страна. Но всего 9 долларов. И со всех вот этих вот наших СНГ стран, которые ближе к Азии, находятся Казахстан, Узбекистан, Даджикистан, Киргизия, Туркмения, с них микроскопические выплаты. Я не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что люди там не слушают русский металл, либо с тем, что люди там не пользуются платными стриминговыми сервисами. Я не проводил исследования на эту тему. Вот. Ну, как-то вот. Наверное, в принципе, можно было загуглить количество пользователей платных стриминговых сервисов. Давайте я побольше сделаю, да, покрупнее, чтобы вы видели. Хотя я все проговариваю, все цифры. Ну, на всякий случай. Итак, по странам все понятно. Но дальше мне было интересно, знаете, что еще понять? Мне было интересно понять, сколько площадки платят за прослушивание. Есть ли какая-то разница. И я сделал вот такую табличку. Ну-ка. Взял 5 лидеров. Это общее количество прослушиваний. И эти данные взяты из вот этой таблички. Вот с этой графы. То есть, это платные стримы. Общее количество прослушиваний за 21 год. А вот это, кстати, интересно. Блядь. И получается, что наоборот, Spotify меньше всех платит. Вернее, какая-то UMA платит меньше всех. Ну, Spotify чуть ли не меньше всех. Да. А больше всех платит, получается, iTunes за прослушивание 0,002 цента. Ну, 1 цент. То есть, 1,5 цента. 70 разделить на 5. Да, примерно. 70 разделить на 5. Я уже, считать-то, разучился. Это 10 копеек. 14 копеек за прослушивание. Тут 14. Тут примерно... Блядь. 10 копеек за одно прослушивание музыки. Извините, блядь. То есть, мою песню разочек послушали, и я за это получаю 10 копеек. Ебать. Ни одну копейку, ни, блядь, полкопейки. 10 копеек, чуваки. Это заебись. За одно прослушивание. Тысяча прослушиваний... Сколько это будет? 100 рублей, что ли, уже будет? Ебать. 100 рублей за... Да не, не может быть такого. Подождите. Не может быть. Подождите. 100 рублей за тысячу прослушиваний? Подожди. 10 копеек за одно. 10... Рубль за 10. 10 за 100. И 100 за тысячу. 100 рублей за тысячу прослушиваний? Да ну, не может быть такой хуйни. Охуеть. 0,0029. Еще раз. Вот. 1 цент. А, это же в долларах, да? Ну. Тогда это 0,2 цента. 0,2 как бы. Там 0,1. 0,015. Ну, кстати, тут еще немножко хуйня, потому что... 0,015... Тут еще как бы... Типа добавить надо 0, потому что я что-то, может быть, неправильно смотрю. Ну нет, Spotify в любом случае меньше платит. Нет, подожди. UMA меньше, потом Spotify чуть больше. Тут 2,0. Потом Яндекс, потом YouTube, потом iTunes. Вот так. Ну ладно, там таблица лежит. И, соответственно, посчитана цена за одно прослушивание. И вот здесь, к сожалению, очень печальные цифры. Смотрите, что здесь получается. Получается, что больше всех за прослушивание платит iTunes. Но это, вроде как, неудивительно, потому что это богачи. Ну да, кстати. Всего 109 тысяч. Короче, да, с iTunes, вот, если тебя слушают богачи, то ты получаешь, блядь, 100 рублей за тысячу прослушиваний. Охуеть вообще. Я не знаю. Может быть, это считаются только какие-то прослушивания, там, типа, без отблока, с включенной подпиской, наверное. А в iTunes же, в принципе, подписка включенная, да? По-любому. Это по дефолту так. То есть iTunes, как бы, там, это и в любом случае слушаешь подпиской. Ебать. 100 рублей за тысячу прослушиваний. Охуеть. 10 тысяч за 100 тысяч прослушиваний. А мы этот, универсальный комментарий вообще запросто могли послушать ВКонтакте 100 тысяч раз за месяц. Вообще такое, это бывало точно такое. Только мне платили за это 7 долларов, блядь. Сука. 7 долларов. 500 рублей. Ну, именно за, без подписки. 500 рублей за 100 тысяч. Или 50 рублей за 10. 5 рублей за тысячу. Блядь, 100 рублей или 5 рублей, нахуй, за тысячу? 5 рублей тоже охуенно? Ну, блядь, 5 рублей. Или, блядь, хуять, перде. Я еще очень радовался, когда с подпиской смотрел, типа, что доллар за тысячу примерно приходит. 70 рублей, типа. А тут 100 рублей, блядь. Очень платный прослушивание в АйТонсе. То есть, короче, ВК, кто с подпиской слушает в АйПД, это прям очень хорошо капает. Типа, за тысячу каких-то запросов. Ну, я не знаю, просто я помню времена, когда там сайты какие-то, хуя, это вот это вот все изучало интересно. То есть, если бы у меня был сайт, я бы на нем повесил рекламу, сколько бы мне за просмотры этой рекламы платили. И там, типа, 10 рублей за тысячу показов, это прям было ебать круто. Это вообще что-то нереальное. А тут реально, блядь, 100 рублей, нахуй, больше бакса за косарь, это пиздец. Это очень круто. Не заплачено 250 долларов. То есть, казалось бы, кстати, очень прилично платят, а все равно что-то, блядь, 16 тысяч, что так, по-моему, блядь. И, соответственно, мы получаем, что у нас 0,002 цента, доллара, в смысле, за прослушивание. А если мы возьмем наш ВКонтакте, который представлен в виде United Media Access, Это самый бомж, да? Прослушивание в 7 раз больше, 734 тысячи прослушиваний, и выплата при этом меньше, 165 баксов всего. И, соответственно, я могу посчитать, что цена прослушивания 0,0002. То есть, в 10 раз меньше платят ВКонтакте. Ну, одну копейку, да, получается, платят за прослушивание, да? Ну, кстати, да, там же просто видно. Тут 0,002, а тут 0,002. 0,002, 0,002. То есть, ебать, iTunes платит 100 рублей за 1000, а ВК 10 рублей за 1000. Ну, это, типа, еще раз. Это, я так понял, он платит за прослушивание с рекламой, то есть не за подписку платную. Типа, с платной подписки ВК платит доллар где-то за косарь. То есть, рублей 70 как раз и приходит. А без платной подписки, блядь, он платит... Долларов 7 за 100 тысяч. Ну, как рублей 500, то есть 50 рублей за... Сколько, 5 рублей на косарь, наверное. То есть, так 70, а так 5. Блин, у меня где-то были эти отчеты, чтобы я даже не пиздел. Потому что я так что-то по памяти вспоминаю, но мне-то надо какой-нибудь Яндекс.Диск зайти посмотреть. Короче, если в ВК человек без отблока слушает рекламу, а еще, блядь, сколько в ВК сидят с отблоком слушают, это же вообще ебанешься, да? И непонятно, они учитываются, не учитываются, хрен просыш. Но суть в том, что, да, с них, конечно, блядь, абсолютная хуйня капает. И на том спасибо, что хоть что-то, но там... Да. Ерунда. А, блядь, если... С подпиской? То есть, чувак платит там, блядь, 150 рублей в месяц? Это хуйня вообще, такая хуйня, реально. Я подписан на ВК и на YouTube, как бы, 150 в месяц. Господи, заберите с барского плеча и так далее. То есть, для того, кто слушает музыку, это вообще ни о чем. Ты не слушаешь рекламу, ни с телефона, никогда отблокать ничего не нужно. И чуваки, которых ты слушаешь, получают бабос с тебя. Причем нормальный бабос уже. И, блядь, за, ну, тысяча челов таких просто с подпиской послушали какую-нибудь песню. Ну, пускай там это новая песня MVPD вышла. А мне за этот доллар, блядь, чуваки. Ну, отлично же. Так тебе за прослушанную музыку, чем iTunes. Это только за одну. Притом, что эти челы за месяц послушают, блядь, тысячу песен. И каждому из них там что-то капнет. Ну, и могут быть не совсем корректны. Потому что в iTunes... Это как будто прям вот взять 150 рублей и разделить на тысячу частей. А дать по чуть-чуть каждому, кого ты слушаешь. Это же охуенно просто. Деньги очень четко. Очень четко. То есть от iTunes я вижу каждый месяц выплату. То есть лаг временной от iTunes минимальный. И вполне возможно, что... Ну, iTunes, походу, вообще нормальная тема. Возможно, что есть какие-то помарки в этой статистике. Но с другой стороны, в статистике же указано, что вот эти деньги за вот эти прослушивания. Значит, все-таки это должно биться достаточно точно. А, ребят, тут еще хуже, блядь, все. Подожди, да не, не может быть сейчас. Стоп. Амант от большего к меньшему. Что-то полагивает, блядь. Нет, это бабки. А мне нужен сейл каунт от большего к меньшему. Короче, смотрите, блядь. Это я еще, получается, сказал нормальные цифры, когда были. То есть вот. Это сейл каунт. То есть количество, по сути, прослушиваний. Количество запросов. Сейл тайп адверт. То есть это значит, что люди в ВКонтакте слушали из России ВК Russian Federation адверт. То есть без платной подписки. То есть именно просто обычные пользователи ВКонтакте. Слушали универсальный комментарий. Вот тут 20-й год. Ну это все самые топовые там какие-то у меня вот приходы за 20-й. Это сентябрь, там хуябрь, ну еще что-то. Месяцы там вторая цифра перечислена. И тут типа всегда больше, чем 180 тысяч. То есть от 180 там до 270 там 7-й. Типа, то есть вот так. И бабки за это даже не 7 долларов, блядь, а 4,5. То есть от бесплатных получается я вообще получаю ничего. 4,5 доллара. За 2,77-350, да? Ну-ка 2,77-350 разделить на 319 рублей. Это получается. И 32 копейки. То есть 4,5. Ну и 4,5 доллара. Ну пускай 319, ладно там похрен. Там 4,56 надо было посчитать. Я правильно поделил или нет? Подожди, наоборот я должен был. Не-не-не, я наоборот должен был поделить. 319 на вот это число. Так, давайте, короче, еще раз. Блядь, сука. Значит, вот столько долларов. Отмена. Да, блядь, заебал. Скопировать. Бэм, долларов. Долларовая. Ну пускай 4,57, да, хорошо. 323. Даже вот так вот. Разделить на... Охуенный контент, ребята. Считаем бабки. Считаем бабки. Очень интересно, я считаю. Не надо перематывать. То есть не одну копейку даже ВК платит, а 0,001 копейку, блядь. Одна копейка за 10 прослушиваний. Вот это я уже узнаю, блядь, интернет. Как бы, да. Вот это похоже на правду, да. Извините, ребята. Если бы, блядь, ВК платил за неподписанных чуваков доллар, блядь, за тысячу прослушиваний, о, я бы вообще не жаловался тогда. Ни один музыкант бы вообще, наверное, не имел бы морального права на что-то жаловаться в нашей чудесной стране, блядь. Но нет, ребята. Блядь, еще раз. Мой трек послушали? Ну, пускай 250 тысяч раз за месяц. 200, сука, 50 тысяч раз за месяц. Это что такое вообще, блядь? Представьте, я не знаю, разделить на 30, там, дней. Это 8 тысяч в день, блядь, прослушиваний. Если в среднем, там, по больнице все так. Так, каждый день просто 8 тысяч раз чуваки врубают мой трек. Я, блядь, за это получаю 300 рублей. 10 рублей в день за 8 тысяч прослушиваний. Вот. Ну, в то же время, видите, там, Яндекс, вот, где-то, там, рифы за 100 тысяч, блядь, 100 долларов. Но это по подписке, извините, блядь. Да, то есть, с подписок музыкант получает нормальные уже, типа, приличные деньги. Без подписок он получает просто, ну, даже нечего говорить вообще, блядь. Соответственно, получается, что да, к сожалению, ВКонтакте... Но я считаю, вот надо эту рекламу еще больше вставлять. То есть, чтобы, блядь, чтобы бичей вообще прям тошнило от этой рекламы, вот, чтобы они спастись от нее никакими отблоками не могли. Потому что, блядь, пиздец, меньше одной копейки за прослушивание, это... Плачет в 10 раз меньше iTunes, это, конечно, ну, очень-очень грустно. Это просто обидно, блядь. На втором месте по выплатам получается YouTube Music, между прочим. Примерно столько же, сколько YouTube Music платит Яндекс, и это очень приятно. Я снимал видео о том, что Яндекс не платит деньги. С тех пор ситуация изменилась, и Яндекс стал достаточно исправно всем все платить. И, соответственно, Spotify платит всего лишь в три раза больше, чем ВКонтакте. Но у Spotify такое большое количество, видимо, стримов, что денег получается нормально. Ну, тоже как бы в три раза, да? То есть 200, 400, 500, 600. Да, да, примерно то на то и выходит. Но чуть больше, чем в три раза. То есть прослушивание на Spotify у моего коллектива даже больше, чем во ВКонтакте. И Spotify платит в три раза больше денег. То есть я так понял, у Лёхи здесь ВК как бы средняя по больнице. То есть и платные, и бесплатные как бы. Вот. Потому что я сейчас гляну. Вот именно МВИПД, универсальный комментарий, subscribe. Ну вот, 26 долларов, 27, ну там без двух центов 27. Типа 26,9,8,9. То есть там даже без одного цента, по сути. 27 долларов за 35 тысяч прослушиваний. Доллар за тысячу, вот как я и сказал, да. Тут вот 15 долларов за... А, это Яндекс, блядь. Понятно все, блядь. А ВК? Вот, ВК, subscribe. Нет, АВК даже больше платит, чем доллар за тысячу. 10 долларов и 3 цента за 9978. Ну то есть, доллар, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть больше доллара за тысячу. Если подписка есть. ВК Russian Federation, subscribe. 9,46 за 8,500. То есть больше доллара. Где-то меньше доллара. Хуй знает, от чего зависит, конечно. Ну, блядь, вы поняли. Плюс-минус доллар с подпиской и плюс-минус, ну, за тысячу. И плюс-минус, нахуй, рубль, блядь, за тысячу без подписки. Рубль, не 5 рублей. Один, блядь, рубль за тысячу, нахуй. Получилось не жалкие 165 долларов, а очень солидные 588. Собственно, вот тут, друзья, я вам демонстрирую эти... Да ВК, блядь, не хочет... Это не то, что ВК не хочет. Это не ВК плохой. Это, блядь, бомжи не подписываются за 150 рублей в месяц на прослушивание музыки. И, типа, большинство, кто слушает универсальные комментарии, видимо, и кто его врубает, это ж кольцы бомжи всякие, блядь. И мне приходится только охуевать. Хоть бы эти ж кольцы бомжи, не знаю, там, все вместе взяли, там, подписались, на стрим зашли и так далее. Да не, нихуя, блядь. Только рубль, блядь, за это... За тысячу прослушиваний с них можно, блядь, получить. Графики, да? То есть по стримам у нас ВКонтакте и Спотифай дико лидируют, потом идет Яндекс, потом довольно скромный показатель. Просто, блядь, если бы у меня было... Блядь, ну, понятно, история не знает со слагательного наклонения, но просто вот были бы все подписаны. Вот представьте, была бы такая культура, вот что все знают, что, блядь, на музыку, за музыку надо платить. Музыка это, блядь, человек трудился. И все, я бы получил за месяц 300 баксов с универсального комментария, с одного только. 300 тысяч прослушиваний, 300 долларов. Ну, блядь, я считаю справедливо более-менее. 20 тысяч в месяц за такой легендарный трек. Вот доллар за тысячу, это справедливая цена, блядь. Но эту справедливую цену можно добиться только, если у всех будет платная подписка на прослушивание музыки. В любом сервисе, какой угодно. Яндекс, ВК, Спотифай, что угодно, блядь. Хоть ТикТок, блядь, я не знаю. Через месяц они сделают 250. Я не знаю, мне пока не делают. То есть... Да и 250 тоже это не так много. Я считаю. 10 рублей в день, но если ты нормально много музыки слушаешь, то... Вообще... Не беда. Ну, еще, с другой стороны, мы видим, что сервисы тоже, блядь, жидят. То есть... Тут спорная хуйня, потому что непонятно еще. Может быть и правда есть такое, что ВК себе комиссию, допустим, дерет побольше, чем стоило бы. И плюс с ВК сложнее прикрутиться. Гораздо. То есть ВК ему гораздо больше нравится, чтобы в него нелегально заливали треки. И чтобы ВК просто сам с рекламы себе бабки в карман клал. Даже за прослушивание исполнителей, которые вообще ноунеймы. Чем, блядь, делиться с ними бабками. То есть еще пойди забери у них свои деньги. Хуй заберешь. То есть ВК жучары тут спору нет. Но, блядь. И iTunes. Но при этом, вот мы можем сравнить, да, в другом порядке. Ну, короче, по выплатам Spotify и Яндекс лидируют. Ну, YouTube нормальная тема. А United Media Agency. То есть смотрите, iTunes это сложно, муторно, там, блядь, неудобно слушать, да. Я считаю просто, что те места, вот, как бы, для меня заебись, какие площадки. Именно для меня, как для малоизвестного чувака, который делает малоизвестную андерграундную музыку. И как для чувака, который, в принципе, и хочет слушать очень часто тоже и такую музыку, и популярную. Есть две пиздатые площадки, на которых, ну, которые вообще я рассматриваю как площадки для того, чтобы из них слушать музыку. ВКонтакте, потому что туда можно, кто угодно может туда залить свою музыку. Или YouTube, потому что кто угодно туда тоже может залить свою музыку, но надо в форме видео. ВК за прослушивание платят вот так, YouTube, походу, платят вот так. Ну, то есть это непонятно, в среднем по больнице ли, в хуеднем, или это, кстати, а хотя хз, может, это YouTube так платят. За, типа, YouTube Music, то есть это за спонсоров, а ВК это среднее между спонсорами и бичами. Вот хз вообще непонятно. Да. Это реклама, да, смысла нет в этом. В предпоследнем месте по выплатам, хотя на втором месте по прослушиванию. Она не отобьется никогда в жизни. И, соответственно, вот этот вот график показывает, кто сколько платит за прослушивание. Какой можно сделать вывод из этого? Ну, единственный вывод, который я для себя сделал, что я больше не буду делать акцент на продвижении своей музыки через ВКонтакте, потому что это, видимо, не очень рентабельно, потому что выплаты просто микроскопические. И, соответственно, я буду искать способы продвигать свое творчество. И, соответственно, среди слушателей, среди пользователей сервисов iTunes, YouTube Music, Яндекс.Музыка. В первую очередь. А Spotify, мне кажется, и так здорово справляется. Стримов огромное количество. Вот. Я думаю, что он как-то будет подтягиваться. Вот такие, друзья, цифры. Это все чистая правда. Эти все деньги я действительно получаю. Это не какие-то виртуальные деньги. Они все чудесно выводятся через CD Baby. Можно делать обналичивание раз в неделю. Они выводят на Payoneer и PayPal. Ой, пуйняни, блядь. Маленькие проблемы в России с тем, чтобы настроить эти сервисы. Но в целом... Payoneer и PayPal, блядь, это такое говнище, блядь. Это хуже вебмании, народ. Вот хуже, наверное... Я не знаю, блядь, что может быть хуже. Просто ничего, блядь, не может быть хуже. Payoneer и PayPal и вот эти все, блядь, это не разъебешься. Вот вебмании, наверное, это самое уебищное из того, чем хотя бы вообще в принципе можно пользоваться. Payoneer и PayPal, лично для меня, это то, чем вообще, блядь... Надо просто держаться от этого говна как можно дальше и срать в рот, блядь, любой площадки, которая завязана на этой хуйне и там нет варианта... То есть нет, в пизду, народ. Вот FreshTunes, да, он ебется самой ужасной хуйней с этим вебмани конченным, блядь. Но это хотя бы... Вебмани это хотя бы что-то, что, блядь, работает как-то нормально. Самая пиздатое сейчас... Что стало? Не знаю, кстати, что самая пиздатое. Что можно назвать самым пиздатым? Ну, что-то... Я не знаю, спорно. Наверное, для каждого что-то свое. То есть просто зависит от того, как тебе удобнее... Не знаю. Ну, для меня, у меня, по сути, мало вариантов. То есть я вывожу туда, куда выгоднее. А для меня это ВКонтакте просто. ВКП. ВКП нормальная тема вполне себе. Сейчас карточки в телефонах есть. ВКП... Все окей, как говорится, блядь. И на Сбербанк там нормально выводятся. И быстро очень выводятся. И легко. С Киви не так, например. Киви хорошая тема, но там выводится долго. И Яндекс бабки нормально. Ну, они теперь Юндекс, блядь. Юмани там какой-то. Ну, норм. Там какие-то баллы есть. Баллы на тройку иногда можно потратить, если в Москве живешь. Ну, так в целом. Кузь, знаю, блядь. Вот. Сбербанк. Все можно настроить. Можно выводить на карточку. Так что все работает. Сберзвука нет. Ну, может, у него не поддерживает агрегатор эту хуйню. Да кому нужен Сберзвук, блядь? Ты че, чувак? Вот такая статистика. Что касается прослушивания. Только тем, кому он достался... Знаешь, короче, вот эту хуйню. Типа отдал 2000 рублей. И у тебя... Как что-то мне с Бери такое говно какое-то предлагали. Типа отдаешь, короче, два косаря. И тебе, блядь, подписки на всякую хуйню на какое-то время дают за это все. Прослушивание, да? В том числе и Сберзвук. Если мы просто все это соединим, то мы получим, что за 9 месяцев 2021 года было оплачено 2 миллиона 225 прослушиваний. Тоже можем посчитать. 2 миллиона 225 тысяч прослушиваний. Если разделить на 9, то получается 247 тысяч прослушиваний в месяц. Я... Чуть-чуть. Так, блядь. А? Аня, она еще маленькая. Нормально. Окей. Окей. Знаю, что это немножко занижено показать. Это была важная информация. Мне нужно было срочно посмотреть. Мои группы прослушиваний на онлайн-стримингах побольше в месяц. Соответственно, можно сделать, опять же, вывод, что просто какие-то прослушивания еще не оплачены, видимо. Ну, друзья, вот такая информация. Что еще могу сказать? К сожалению, по вот этим отчетам о выплатах, сделать вывод о том, растет ли популярность вашей группы, например, в результате рекламной кампании, практически невозможно. Потому что, опять же, как я говорил, есть вот этот большой временной лаг по выплатам. И, соответственно, вы можете вложиться в рекламу, например, сейчас, предпринять какую-то маркетинговую активность. А результаты этой рекламы вы получите через полгода в виде выплат. То есть, это очень такая долгоиграющая история. Поэтому, соответственно, если вы вкладываетесь в рекламу и хотите как-то оценить, растет ли у вас количество слушателей, то это нужно делать через метрики iTunes, Apple Music для музыкантов, приложение, через личный кабинет в Spotify. Можно посмотреть статистику на Яндекс.Музыке. Можно косвенно посмотреть статистику во Вконтакте. Но вроде как там уже появился или вот-вот появится кабинет для музыкантов, где будет более подробная статистика. Ну, соответственно, вот такими способами можно как-то отслеживать более, скажем так... Да, у меня на Сберзбуке все есть. Скажем так. Потому что FreshTunes эту хуйню поддерживает. Более в онлайн, актуальном режиме. А у тебя, да, вот этот Сберзвук, потому что ты вот этой хуйней, что ли, пользуешься? Просто кому еще нужен Сберзвук, мне интересно. Статистику по вашему творчеству, по тому как. 1800 человек в группе с тримером В, а на стриме 16. Слушай, тут знаешь, почему оно так работает? Я хотел как раз на эту тему сказать. Во-первых, да, там наверняка подписаны те, кто... Ну, могут быть подписаны те, кто особо не следит. Но подписан просто, не знаю, зачем-то. Во-вторых, чел, у меня стримы каждый день. Ну, каждый день. То есть, кроме того, что там могут быть подписаны люди, которые... Которым не каждый день интересно на мои стримы заходить. То есть, интересно следить, но не интересно каждый день заходить на стримы. Там еще и могут быть подписаны люди, кому неудобно сейчас, например, в 3 часа дня по Москве. в Москве, кому, ну, блядь, кто не онлайн, кто еще что-то, то есть, конечно, блядь, выхлоп-то он будет ебать какой мелкий, то есть, стримы каждый день, банально, даже интересно, из них сколько онлайн сейчас, значит, тысяча, а, 1800, из них 300 удаленные страницы собачки, уже там у всех половина побаненная, блин, надо очистить от них, их из группы, сейчас на сайте 350 онлайн, то есть, сейчас онлайн 350 всего человек, из них только часть увидит в ленте вообще, что пост вышел, если, я не знаю, даже они подписаны, не подписаны на то, чтобы это следить, и из них, там, не знаю, больше половины просто заходят по приколу посмотреть, что творится, и подписаны так, не знаю, чисто, не знаю, может, из респекта или еще из чего-то, так что там, конечно, блядь, хуйма выхлопа, на рассылку подписано человек 160 всего, опять же, ну, опять же, 160 на стриме 16, потому что, да, 160 человек хотят прямо вот с рассылкой знать, когда будет стрим, но удобно из них 10% более-менее зайти. Как люди вас слушают более или менее активно. У меня все, друзья, не буду вас больше заморачивать, я надеюсь, что кому-то это было интересно и полезно, надеюсь, что кому-то ответил на вопросы, соответственно, если вопросы остались, или если вам есть чем поделиться на эту тему, пожалуйста, милости прошу в комментарии, все, всех обнял, целую, с вами был я, Леха Избаул, все полезные ссылки, а именно мой патреон, ссылка на студию звукозаписи, на репетиционную базу, все эти ссылочки в описании. Пока-пока, ребят, был рад увидеться, честное слово. Хы, спасибо, спасибо. Так-с. Че народ пишет? Короче, да, надо понимать, что ВК, это, скорее всего, ВК там показывают такую малую оплату, не потому что ВК платят меньше, чем Яндекс, Айтюнс и Ютюб, а потому что Яндекс, Айтюнс и Ютюб показывают оплату только за платное прослушивание, скорее всего. Ну, то есть, блядь, за Ютюб премиум, потому что Ютюб мюзик, это Ютюб премиум, по сути, это платная хуйня, Айтюнс это платная хуйня, да, то есть, ну, можно разве в Айтюнсе слушать музыку без подписки, типа, только с рекламой, кто шарит, я не знаю, по-моему, нельзя так. И плюс, че там было, ну, Яндекс.Музыка точно, там, по-моему, только либо куски, либо с подпиской, или я гоню. А ВКонтакте можно слушать без подписки, с рекламой, плюс половина от блог, блин. Ну, вот там, походу, средняя по больнице. То есть, они и за это платят тоже, и за хуе там. То есть, ВК нормально платит, но ВК надо как-то пропагандировать, чтобы народ бабки отдавал эти 150 рублей в месяц. Если ВК подписка, тем более дешевле, если ВК больше музыки по итогу, что ВК есть и то, что есть на площадках, и то, чего нет. А на Яндексе есть только то, что на площадках есть. То есть, я не могу залить, вот, на Ютуб и на, и ВКонтакте, я могу залить кавера, например, говницкие. То есть, просто трек, вот, я только его сделал, все, он на Ютубе и ВК сразу легко его выпущу. А на площадке я хуею высирать его, блин. Обложку еще рисовать под каждое говно, блин, которое 2000 просмотров наберет. Зачем оно мне надо? Поэтому ВК, конечно, и Ютуб, это и для меня, и для, наверное, там, моих слушателей точно лучше такие платформы. И вот, кому как удобно, как говорится. Ну, Ютуб точно лучше, на самом деле. Давайте даже так скажу. Наверное, я бы, конечно, хотя на третьем канале у меня монетизации тоже нет. Нет, но вот именно думаю, что там какую-нибудь говниду смотреть лучше на, вот, то, что на основном канале у меня залито на Ютубе, это все прям чудесно. Все, всем мое почтение.